В стальной китайской провинции 1 на миллион кубометров уникальная российская установка. Установка надежная, хорошо работает. Российская техника с мировым спросом. В каких широтах работают отечественные карьерные экскаваторы? Даже летом здесь температура поднимается выше 50 градусов. Бразилия и ЮАР. Как и чем торгуем в формате БРИКС? Хайндэнский металлургический комбинат в китайской провинции Хэбэй, что в переводе означает «город из стали и железа». Такое название провинция получила благодаря богатым залежам минеральных ресурсов. Комбинат не самый крупный по местным меркам, но по европейским настоящий гигант. Около 40 тысяч работников, миллионы тонн стального листа в год. Для такого производства необходимы миллионы кубометров технических газов, таких как кислород и азот. Остальные ценные газы, неиспользуемые в металлургии, в прямом смысле вылетают в трубу. Российская компания предложила практичным китайцам установку, способную их сохранить. Китайцы такой народ, что хотят посмотреть сначала, прежде чем купить. И первую установку мы долго здесь продавали, уговаривали китайских партнеров. Они приезжали к нам в Россию, смотрели эти установки, поверили нам, закупили первую установку для медкомбината «Дзинань». Она успешно отработала уже два года, наверное, скоро уже окупится и будет приносить действительно золотые яйца, так понимаю, владельцам этой установки. Установка российского производства использует воздух, из которого уже забрали для нужд металлургов, кислород и азот. Смесь при помощи компрессоров загоняют под высоким давлением в систему очистки. А дальше начинается сложный процесс выделения из нее драгоценных редких газов – ксенона и криптона. Стоимость таких газов на мировом рынке колоссальная, поэтому и окупаются такие комплексы очень быстро. Установка надежная, хорошо работает. Чистые продукты тоже соответствуют проектным требованиям. Управление установкой легкое. Такие установки проектируют и производят всего 3-4 компании в мире. А российские способны выдавать продукты самой высокой частоты. Современную медицинскую, космическую, авиационную и, разумеется, автомобильную промышленность невозможно представить себе без ксенона и криптона. Там продукция российских машин нужна без всякого преувеличения, как воздух. Сейчас мы уже поставили два таких завода сюда, в Китай. Только что подписали новый контракт, большой контракт на самую большую, очевидно, в мире установку по производству ксенона и криптона. И работаем над двумя новыми контрактами, тоже очень большой мощности. В товарообороте России со странами БРИКС Китай на первом месте. Более 60 миллиардов долларов США. В российском импорте из стран БРИКС его доля наивысшая – 88%. А в экспорте из России она составляет 79%. Некоторые из наших партнеров закончили, так сказать, или свернули достаточно серьезно взаимоотношения торгово-экономические с нами. Ну, а вот по линии БРИКС они разворачиваются. Нас радует. Это то, что во нашем моде, то, что сам оборот увеличивается. Ну, и в этом обороте увеличится доля машинотехнической продукции. И уменьшается доля сырьевых товаров. Вот в этой части у нас достаточно неплохое движение. Может быть, не такое быстрое, как нам бы хотелось. Но, тем не менее, мы поступательно двигаемся вперед. Взаимодействие в формате БРИКС становится для нашей страны особенно актуальным. Все больше внимания уделяется развитию торгово-экономических отношений стран пятерки. После Уфимского саммита были созданы известные финансовые институты. Растет товарооборот между нашими странами. Отрадно отметить, что помимо этого товарооборота у нас расширяются перспективы сотрудничества в новых областях. А именно инвестиций, прежде всего, инфраструктурных. В нашем экспорте велика также доля и высокотехнологичной продукции. Я имею в виду энергетическое мышленностроение и продукцию, которая поступает по линии военно-технического сотрудничества. Преимущество БРИКС и перспективы его дальнейшего развития, как отмечают эксперты, это консолидация вокруг стран, составляющих пятерку. В случае с Россией это Евроэс, который формируется, расширяется потихонечку. В случае с Бразилией это Меркосур, есть южноафриканская зона свободной торговли. Точно так же Индия, и тем более Китай. В результате получается, что возникает перемещение свободных зон торговли между этими группами. Новый банк развития БРИКС, созданный для поддержки инфраструктурных проектов в странах, за год превратился в финансовый институт. Уже одобрено финансирование пяти проектов почти на один миллиард долларов. И все связаны с возобновляемой энергетикой. Зеленые технологии – нынешняя стратегия банка. На строительство возобновляемых источников энергии больше всех получили бразильские компании – 300 миллионов долларов. Чуть меньше индийские – 180 миллионов. Банк БРИКС выделил ЮАР, и 80 – Китаю. Инвестиции на 100 миллионов долларов придут в Россию на строительство двух небольших гидроэлектростанций в Карелии. Что касается самого банка БРИКС, он не только учрежден, он начал свою работу. Вот один из проектов, который интересует банк, я знаю, что они так активно прорабатывают, интересуются этим проектом. Это наш транспортный проект «Высокоскоростная дорога. Москва-Казань». Создание нового банка развития БРИКС нацелено прежде всего на постепенный отказ от евро и доллара в расчетах между странами и предусматривает процесс укрепления национальных валют. Причем, если созданный Китаем отдельно Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, он предполагает выдавать кредиты все-таки в долларах, традиционно для международных финансовых организаций, то новый банк развития создавался именно как институт финансирования, прежде всего, стран БРИКС. Поэтому предполагают, что он будет кредитовать именно в валюте стран БРИКС. И, соответственно, привлекая финансирование на международных рынках, он тоже может, выпуская ценные бумаги, номинированные в валюте стран БРИКС, тем самым развивая рынки этих валют и способствуя дальнейшей интернационализации наших денежных единиц, их более широкой известности в мире. В рамках БРИКС был реализован проект локальной сборки бразильских автобусов «Бравис» в Нефтекамске. Хорошо зарекомендовавшие себя на дорогах России 90 таких автобусов в этом году отправятся в Крым. Мы отошли от импортных поставок. Это полностью у нас 100% поставка была с Китая, это по линии Марка Пола. Сейчас полностью пересели, локализация 100% произошла. Это собственное изготовление. Здесь же на базе Нефтекамского автозавода собираются и южноафриканские самосвалы «Белл». Это дает возможность российскому предприятию освоить новые технологии по производству карьерной техники. Впервые они были представлены на саммитах «Шоссе БРИКС» в июле прошлого года в Уфе. Предприятие до конца этого года выпустит 10 первых большегрузных машин, которые будут использованы при разработке рудных месторождений в Башкирии. Работы проводились совместно со специалистами «Белл» и нашими сотрудниками. Данный автосамосвал представляет из себя автомобиль сечленного типа для работы в карьерах. Значит, грузоподъемность его составляет 40 тонн, объем кузова 28 кубических метров. А наши отечественные экскаваторы тем временем покоряют карьеры крупнейшей угледобывающей компании в Индии. На ее долю приходится 81% угледобычи в стране. Мы самая крупная угледобывающая корпорация в мире, и мы очень ценим работу с российскими партнерами, и очень удовлетворены качеством поставляемых машин. Более того, российская компания обучает наших специалистов работе на этой технике, и это очень ценный опыт. Экскаваторы российского производства адаптировали к работе в тропических условиях, а предварительно подготовили кадры для обслуживания этой техники. Летом в Индии температура воздуха поднимается выше 50 градусов. Российские специалисты это учли. Улучшили систему кондиционирования и все технические параметры, что позволило прочно закрепиться на индийском рынке, потеснив даже местных производителей. Таких тяжелых климатических условий нет нигде в мире. Я уверен, если машины могут работать здесь, у нас, они могут работать везде. Машина нас ни разу не подводила, а это здесь очень важно. Машина обеспечивает высокую производительность, обладает хорошей маневренностью, проста в управлении и обслуживании. В рамках сотрудничества со странами БРИКС в крупнейшем городе Южноафриканской республики и Юханусбурге был открыт сервисный центр по ремонту и обслуживанию гражданских вертолетов российского производства. Создание вертолетной базы – это не просто создать вертолет, но еще и техническое обслуживание, то есть гарантированное. Это проект, который действительно рассчитан на очень долгий срок. Он, в общем-то, уже начал практически свою работу. В ЮАР сегодня поставлено более 700 наших вертолетов. Сервисный центр позволит холдингу «Вертолеты России» расширить свои позиции на африканском рынке. Сейчас рассматривается возможность обслуживания вертолетов российского производства, которые эксплуатируются в соседних странах. Тем временем южноафриканские фермеры проявляют большой интерес к российскому рынку. Для южноафриканских фруктов Россия – ключевой рынок. Около 32% российского импорта приходится именно на продовольственные товары и сельскохозяйственную продукцию. Благодаря этому несколько сотен тысяч южноафриканцев, занятых в сельском хозяйстве, обеспечены стабильной работой. Мы представляем более 100 предприятий, обеспечивающих около 85% объема экспорта фруктов из ЮАР, и это около 3 миллионов тонн в год. 9% из общего объема поставок наших фруктов приходится на Российскую Федерацию. Мы рассматриваем Россию как большую возможность для увеличения нашего экспорта фруктов. Важным также является, что Россия и Южная Африка являются странами-членами БРИКС, и есть возможность налаживать экспорт в рамках действующей организации. Мы в нашем союзе очень серьезно относимся к работе с российскими партнерами и делаем все возможное для того, чтобы более успешно работать на российском рынке. Из ЮАР в Россию поставляют свежие цитрусовые, которые не растут у нас в открытом грунте. Кроме этого, экспортируются яблоки, груши и виноград, урожай которых в России получают всего раз в год. Кстати, виноград в Южной Африке тоже продукт сезонный. В связи с этим на африканском континенте есть интерес и к российской продукции. Что касается винограда, то мы здесь видим очень большой потенциал сотрудничества между нашей страной и производителями винограда из Краснодарского края. Мы заинтересованы в поставках в ЮАР винограда из России, когда у нас не сезон. Потребительский спрос в настоящее время не ограничен сезонными фруктами. Люди хотят иметь в потребительской корзине весь набор фруктов круглый год. В рамках работы делового совета БРИКС и в преддверии саммита в Нью-Дейли Торгово-промышленная палата регулярно проводит встречи с представителями бизнеса стран пятерки. Обсуждаются различные проблемы, снятие барьеров для бизнеса и, как результат, улучшение делового климата. Потенциал огромный. Естественно, заработал банк БРИКС, который сейчас будет инвестировать те проекты, которые бизнес пытается реализовать. И я уверен, что именно объединяя усилия, мы этот неблагополучный период в нашей экономической истории преодолеем. Субтитры создавал DimaTorzok